В День России в Челябинске прошел форум-фестиваль «Готов к труду и обороне». Нормы ГТО сдавали сотрудники муниципалитетов области и простые горожане, желающие проверить себя. Каждому участнику присваивалась одна из 11 категорий, в соответствии которым нужно было выполнить нормативы по подтягиванию, отжиманию, бегу на дистанции, стрельбе из винтовки и другим видам спорта. Для этого на стадионе имени Елесиной были организованы 10 станций. Пройти тестирование мог любой человек в возрасте от 6 до 70 лет. В сдаче норм ГТО приняли участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и боксер Николай Валуев. Отметим, что официально сдать нормы и получить значок ГТО можно будет с сентября 2015 года, когда в регионе откроются единые центры тестирования. Для этого необходимо зарегистрироваться на всероссийском интернет-портале ГТО. После подведения итогов среди команд муниципалитетов определили победителей. Лидерами оказались Красноармейский район и город Карабаш. Областные власти решили поощрить одну районную и одну городскую команды администраций средствами на строительство небольших спортсооружений в их муниципалитетах. Деньги на строительство будут выделены из областного бюджета в 2016 году. Копейский городской округ на третьем месте в своей группе. В копилке нашей команды один золотой, три серебряных и шесть бронзовых значков.